В этом зале вы знаете, чувствуешь себя совершенно необычайно, потому что впервые мы выступаем в таком зале, который на втором этаже находится, а на первом находится храм. То есть мы, по сути, над храмом. Это удивительно. На сцене образа, это как-то воодушевляет, что ли, немножко такое трогательное чувство перед выходом на сцену. Тем не менее, мы хотим принять участие в этом православном празднике, посвященном Покрову Пресвятой Богородицы, и показать людям, прихожанам, которые сегодня соберутся в этом зале, свое творчество. Ребята это прекрасно понимают. Все немножечко, я честно вам скажу, смущены немножко, потому что это не простой концертный зал, архиерейский зал Волгоградской епархии. Это действительно, я бы даже сказал, почетно, что нас пригласили в этот зал выступить своей концертной программой. Она, конечно, посвящена православному празднику, и мы ее немножко адаптировали, убрали те номера, которые, наверное, не совсем корректно бы здесь смотрелись. Вот, постараемся сыграть и настоящую традицию, и хорошие современные казачьи песни любви, о счастье. Вот, потому что этот зал воодушевляет. Наш коллектив был образован в 1990 году и родился как вокальный коллектив. Вот, а затем стал ансамблем песни-пляски, поскольку руководство коллектива хотело выразить и показать на сцене не только песенную культуру донского казачества, но еще всю то богатство, чем обладали казаки в танцевальном характере. Вот, вот уже 28 лет наш коллектив существует, работает, занимается возрождением и пропагандой настоящей традиционной донской казачьей культуры. В основе творчества фольклорные поездки коллектива в самую глубинку Волгоградской области, районы Волгоградской области, которые исконно раньше принадлежали области Всевеликого войска Донского. Выезжая в экспедиции, мы записываем и песенное богатство наше, и хореографические зарисовки, то есть те элементы, которые потом мы показываем на сцене для зрителя. И ни разу за 28 лет коллектив не изменил. Мы искренне надеемся, что сегодня после концерта прихожане, все гости, которые придут на этот концерт, проникнутся той казачьей культурой, которую мы пропагандируем. И, может быть, будут больше слушать, может быть, придут на наш сольный концерт, который будет 10 ноября, он будет гораздо больше, объемнее по программе. Сегодня мы показываем небольшую концертную программу, а 10 ноября будет большой праздничный концерт, посвященный уже 25-летию присвоения коллективу статуса государственной. И мы очень хотим, чтобы те люди, которые приходили на наши концерты, понимали, куда они идут. То есть не просто в неведении куда-то шли, а знали, что они увидят и услышат настоящую казачью песню, увидят какие-то хореографические зарисовки, картинки из казачьей жизни нашего народа. Спасибо. 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 И мы в данном случае будем прикасаться к нашим истокам, к истокам, в которых Божья Матерь была частью жизни людей. Потому что покров Божья Матерь – это казачий праздник. Поэтому, конечно, мы, проводя этот праздник, не могли не вспомнить про казаков. Мы очень любим, любим и хотим с ними всегда сотрудничать. И наш этот небольшой праздник мы вместе проводим. И вместе обращаем наши сердца к Божьей Матери. Вот небольшой фильм мы смотрели перед началом, в котором митрополик Божьей Матери рассказывал о некоторых деталях, связанных с покровом Божьей Матери, с тем, как он почитается в России. И я хотел бы сказать несколько слов о самом празднике. Покров Божьей Матери – это праздник церковный, праздник народный. И на родину сразу делается идея, что должен был снег лечь, да, покров, как покров, такое именно снега. Но это, конечно, и для нашего региона. Я думаю, даже в древности у нас снег ловился позже. Но снег снегом, а душа человеческая, она всегда одна. Что на севере, что здесь. И всем нам нужна помощь Божьей Матери. Потому что у нас есть скорби, у нас есть проблемы. И в наших скорбях часто мы не знаем, к кому обратиться. Мы страдаем. И праздник сам покрова связан с такой же скорбью, которую испытывали православные люди в городе Каспантинополь. Когда их осадили враги, да и понимали, что теперь им не на что надеяться. И в этот момент люди вышли на улицу, молились. И было видение, да, видение, которое Божья Матерь стояла над людьми православными. И свой покров на север и растела. И люди поверили, да, что они под защитой. То есть покрова Божьей Матери это праздник защиты, который мы имеем под Божьей Матери над нами. То есть это чувство, да, чувство, скажем так, связанное с любовью к Матери. Потому что Божья Матерь это мама всех нас, да. То есть у каждого есть своя мама, но она мама-мама, да. То есть вся полнота макеринства не связана. И я так знаю, что каждому человеку хочется, чтобы у него была мама. И в какой-то момент мама уходит, но Божья Матерь всегда остается. И мы, обращаясь к ней, всегда имеем возможность кому-то прийти, кому-то пожаловаться, поплаваться. Рассказать о своих бедах, где радость от кожи, да. О том, что не только о бедах нужно Богу говорить, но и свят радость. Благодарить Богу, благодарить Божьей Матери за то, что она есть, за то, что она своим покровом нас защищает, нам помогает. Помоги нам, Сын Господь, чтобы в нашей жизни мы не забывали про Бога, не забывали про Его милость нам, не забывали благодарить Христа, благодарить Божью Матерь. Ходить в храм, да, братья и сестры. Это очень важно, потому что мы так живы, наши предки так живы. Я люблю и счастливы, братья и сестры. Это зрение, что это значит наше счастье. Какие мы вычислили? Все хотят быть вычислили. Правильно, если все в случае. А что для этого нужно? Для этого нужно потрудиться. Вытрудиться умеет физически. А есть ли труд духовный, труд нашей души. Это немножко другой труд. Он связан с чем? Да, с тем, что мы должны утроить. Мы должны вечером молиться. Молиться о своих делах, за свои грехи. Мы должны уметь прощать. Это очень важно. Я думаю, каждый вас понимает, насколько сложно простить. Апостус простил и нам сказал, обращайтесь. Так что, братья и сестры, когда мы обращаемся к Божьей Матерью, нужно про это не забывать, что ее вокруг раздевается на теме, кто умеет прощать. Если мы не прощаем, то в данном случае и она может сказать, как она может тебя защитить, если ты противник своего соседей. И не сам не хочет, чтобы я в судьбу пришла. Потому что ты не прощаешь свою жизнь. Поэтому, братья и сестры, конечно, очень важно не забывать об этом. О прощении. Прощение нас делает спокойными. Нам дает счастье внутри. Потому что простили, успокоились и примерили с другими людьми. И так мы можем идти дальше по нашей жизни, где бы она ни начиналась. Потому что я смотрю, конечно, сегодня наше мероприятие, оно прежде всего для тех, кто молод душой. Вот так, молодежный отдел. Но я вижу, что мы сегодня мероприятие сделали для молодых душой. Слава Богу. Мы не только работаем с детьми, мы работаем над тем, чтобы была связь поколений. И сегодняшнее мероприятие, оно о связи поколений. Потому что песни, которые поет ансамбль «Казачья воля», это песни древние. И песни наших от дедов, получается. Не особо уже, да? От дедов. То есть наших предков, у которых было чувство жизни особое. И нам иногда в нашей жизни, я по себе сужу, не хватает этого чувства жизни. Такого желания жить, бороться, да? И при этом чувство, что есть над нами Бог. Что есть над нами Хаброх, Божий, Матерь. Аминь. ПОДПИСМЕНТОМИЯ ПОДПИСМЕНТОМИЯ ПЕСНЯ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 О том и песни складывали. Небольшой фрагмент казачьей песни 19 века мы хотим вам показать. Потому что настоящая казачья песня, вы же, наверное, многие из вас знаете, что казаки, они играют очень долго песню. Пока в ней все не расскажут от начала до конца. Бывают такие песни и по 10, и по 15 минут. Но покажем вам небольшой фрагмент. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Как на речке Аплодисменты 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 КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА